Добрый день, друзья! Продолжаем с вами сегодня знакомиться с нашими представителями проекта Амбасадоров. Напомню, что зовут меня Роман. Сегодня у нас в гостях Руслан. Руслан, расскажите, пожалуйста, о себе, расскажите, откуда вы. Всем привет! Меня зовут Руслан. Родом я из России. Это Дальний Восток, город Тында, может, кто знает, столица Бама. Но четвертый год я проживаю уже за границей. Два года жил я в Южной Корее, и вот 1,7 уже живу во Вьетнаме. А где именно во Вьетнаме живете? Вьетнам, Ничанг, туристический город. Давно работаете вообще в сети интернет? В каких-то проектах уже, может быть, участвовали? Ну, вот и как за границу переехал, сразу познакомился с заработком в интернете. Четвертый год так и работаю. Вот. А как познакомились вообще с сообществом WebTokenProfit? Товарищ пригласил. Товарищ кинул ссылку, говорит, посмотри, хороший проект, работает давно, очень мощный комьюнити. Международный движ заинтересовало. Зашел, вот работаю. Само сообщество сейчас развивается большими такими темпами, я бы сказал. Развивается очень активно. У нас очень много проектов сейчас различных, которые существуют, которые действительно работают. И компания действительно стала такой международный формат. Там очень много у нас и представителей, и ребят, и партнеров, которые из других стран говорят на различных, в общем-то, языках. У нас очень много обучающих программ, которые есть в сообществе, которые помогают в общем-то нашим партнерам, также новичкам, которые приходят в сообщество. И участников сообщества действительно очень много. Скажите, пожалуйста, у каждого из нас есть свои определенные цели в обществе, которые мы там преследуем, свои, может быть, личные для саморазвития или еще для чего-то. Есть ли у вас какие-то цели в сообществе именно в этом? Да, цели есть. Вообще, у меня цель давно есть. Дея научить зарабатывать в сети. Потому что мы сейчас живем в таком веке, в век технологий, сейчас необязательно ходить на работу, чтобы зарабатывать деньги. И плохо, что это не все понимают, что наш вот этот СНГ-шный менталитет ищет подвоху в каждых таких моментах. Но я думаю, собственно, что вот это веб-токен-профит, целая экосистема, она может дать человеку реализовать себя как... Так, Руслан, ты вылетел. Алло. Да-да-да, вижу тебя. Во, связь теряется. Вот, в веб-токен-профит можно проявить себя и начать зарабатывать хорошие деньги. Вот цель у меня на глобальной масштабной, чтобы как можно больше людей научить зарабатывать в интернете, обучить финансово... И я думаю, общество веб-токен-профит это идеально подходит для такой цели. Сегодня вообще очень актуально зарабатывать в интернете, потому что, ну, очень много происходит различных, да, вещей сегодня в мире, различные ситуации у нас, которые не всегда позволяют людям выходить, допустим, ну, физически на работу, скажем так, да, там, в офис или на какое-то предприятие. Поэтому сегодня действительно у людей есть, наверное, максимальные, скажем так, такие условия для того, чтобы человек мог научиться работать в интернете, зарабатывать деньги, обеспечить свое будущее, да, и реализовать все свои цели, которые у него есть, в том числе и планы, в общем-то. И, как я ранее говорил о том, что сообщество достаточно большое, да, то есть комьюнити вообще развивается такими семимильными, я бы сказал, шагами, в общем-то, да, много приходит людей, потому что это очень интересно. Потому что очень много интересных различных проектов в самом сообществе. И, как правило, у каждого из нас есть там своя команда, которая нас поддерживает. Есть ли у вас команда, есть ли люди, которые вас поддерживают в ваших, может быть, начинаниях каких-то, да, вообще, в принципе, есть ли у вас друзья, которые вас поддерживают? Да, я имею команду, но она у меня небольшая. Команда у меня разбежалась, потому что, ну, как я уже сказал ранее, четвертый год хожу по проектам, инвестирую, торгую. И бывали такие моменты, что мы попадали команда под скам. Этого не избежать. И особенно, когда новичок заходит в проект, и мы ловим скам командой, он в следующий раз уже не пойдет туда. В следующий раз, какой ему проект не предложи, он не пойдет. И поэтому, можно сказать, я сейчас начал заново, потому что к прошлому проекту мы попали под скам. Вот, и я начал заново, и потихонечку, помаленечку я развиваюсь, люди видят мои результаты, интересуются, спрашивают, звонят, как бы, ну, с осторожностью, но звонят. Поэтому я сейчас для себя взял такую, знаете, планку, чтобы выйти на хороший доход, показать себе в этом сообществе, чтобы люди увидели и потянулись еще больше. Потому что я работаю от обратного, я не приглашаю никого, я работаю от обратного, я показываю результаты, и люди ко мне уже сами тянутся. Ну, смотрите, как вы сказали, что вы уже столкнулись с различными проектами, которые оказались не очень перспективными, в общем-то, да? Тогда почему вы думаете, что WebToken Profit – это перспективное сообщество? Во-первых, это международное движение, то есть этот WebToken экосистема, она во всем мире. Я это увидел своими глазами, я это реально вижу изнутри, как она развивается, насколько большое комьюнити, что немаловажно, комьюнити тут состоит не из MLM, вот этих людей, которые, знаете, пришли в проекты, а именно взрослых, это люди, которые заряжены настолько, чтобы просто так скомануть проекты. А во-вторых, Искандер Хасанов сделал настолько все хитрым, таким умным образом, что каждый проект завязан с друг другом, вот каждый проект, и скомануть эту систему еще надо постараться. Поэтому, я думаю, WebToken Profit – это я в этом году узнал, и я ему, ну, в моем ранге – это самый перспективный проект 2020 года, и я надеюсь, что это будет еще держать планку довольно-таки долгое время. Ну, одна из причин, почему WebToken Profit – это сообщество является перспективным, по моему личному мнению, потому что сообщество открытое, да? То есть, помимо того, что у нас очень много различных обучающих инструментов, когда есть чаты различные, да, каналы там и так далее и тому подобное, вы всегда можете написать в чат то же самое, да, попросить помощи, например, да. Вы можете всегда увидеть, что люди действительно делятся своими результатами, что есть результаты, люди зарабатывают деньги, люди выводят деньги. То есть, это не так, что все закрыто, ты ничего не видишь, не можешь ничего понять. В данном сообществе ты видишь, что люди действительно зарабатывают, люди дружелюбные, люди открытые, люди пытаются помочь другим и сказать, ребята, действительно, здесь есть возможность зарабатывать, зарабатывать, здесь классные, интересные проекты. И вот именно это для меня лично, мне кажется, что это один из таких больших и огромных плюсов именно самого сообщества – это люди, которые у нас есть, потому что действительно ребята просто замечательные, все партнеры, которые у нас есть, участники наших различных проектов, они действительно очень открытые, добрые, доброжелательные люди. И, как я и сказал, да, у нас много различных обучающих там проектов, которые есть в самом сообществе. И вот проект Амбассадора на один из этих проектов, чтобы помочь как раз этим людям больше понимать, да, те проекты, которые есть в сообществе WebToken Profit. И вот почему вот вам интересно стать представителем проекта Амбассадора? Ну, во-первых, мне интересно это тем, что я хочу развиваться. Для меня это будет большой рывок в саморазвитии. Во-вторых, я могу дарить благо людям, я могу обучать людей каким-то тем уже навыкам. Моему опыту вот за четвертый год я могу уже это давать людям. Специальным лицом, и люди будут мне прислушиваться. В-третьих, мне постоянно интересно знакомство с новыми людьми, потому что вот эта вся экосистема, где мы развиваемся, вот эта вся индустрия, это знакомство, это новые люди, опять-таки же, это саморазвитие. Мне вот это все нравится. Я не люблю стоять на месте, я постоянно люблю что-то брать на себя, какую-то новую ответственность и так далее и тому подобное, чтобы расти. Мне вот это нравится. И еще один момент, почему я хочу стать амбассадором в своем регионе, потому что тут из русскоязычных еще никого не встретил так, чтобы занимались настолько глубоко инвестициями и вообще торгами, как я. Это я сейчас не хвастаюсь, это на самом деле факт, потому что все такие мощные люди живут в основном в Бали, Таиланде, а вот во Вьетнаме нету. Очень много интересуется, но нет того, за кем нету лидера, скажем так. Я вот хочу стать тут лидером, чтобы люди шли за мной и обучать всему их тем, что умею я. То есть вы готовы создавать какие-то, может быть, обучающие проекты локально в тебя на месте, метапы устраивать для того, чтобы люди могли больше понимать именно сами проекты. Обязательно. Да, вот как вы сказали, что очень многие действительно готовы поделиться своим опытом, своим опытом того, через что они прошли, какой результат они достигли. Потому что то, что есть сегодня у людей, то, что есть это сообщество, это действительно большой плюс. Мы можем сделать очень много для личного саморазвития, как вы это сказали, что у вас самообучение, скажем так, для себя личное, в общем-то. Также и другим людям это очень интересно, в общем-то. И почему тогда, как вы думаете, вот этот проект «Амбассадоры», вы в частности, как представитель данного проекта, он будет полезным именно для новых участников, как может быть для уже участников сообществ, которые пришли там некоторое время назад. Почему вообще это будет полезным? Ну, в первую очередь, я думаю, это будет полезно новеньким участникам, потому что мы, в свою очередь, можем обучать людей. Вот. Обучение, то есть новичок пришел, тот, кто даже, например, совсем не знает, что биткоин, что такое биткоин, как торговать, например, на бирже, как купить, продать, а мы ему полностью даем обучение, мы их полностью обучаем. Это удобно для новичка. И как в других проектах, знаете, я все сравниваю с другими проектами, потому что это реально топ, и я все сравниваю с теми, то, что у меня было ранее. В другом проекте зашел в чат, и написал, тебе даже никто не ответит. В лучшем случае, там, в личку напишут, и только он мошенник. А тут написал в чат, и реально тут получил и в личку массу сообщений с рекомендациями, как лучше сделать, и в общий чат получил. А если будет какая-то официальная группа амбассадоров, которая должна будет на страже сутками, скажем так, сутками готова принимать новичков и обучать их. Ну, блин, я не знаю, как это сказать, но я думаю, это амбассадор, это такое комьюнити, что, скажем так, из основных лидеров, чтобы выращивать еще лидеров. Вот как это сказать по-русскому? Вот если поймете... Ну да, то есть основная задача, получается, да, ваша, быть на этом месте, ну, в своем регионе, по крайней мере, быть своего рода представителем сообщества WhatToken Profit, как бы лидером, да, который готов и будет помогать тем людям, которые приходят. Приходят именно в само сообщество, которое, может быть, не понимают, да, у которых, может быть, не хватает каких-то знаний. Но надо быть открытым, доброжелательным человеком для того, чтобы мы могли научить этих людей. Мы все когда-то были такими, да, мы все когда-то не понимали. Мы все когда-то первый раз пришли и брались за головы, в голове у себя там кричали и думали, боже мой, я ничего не понимаю. Поэтому все мы через это прошли, конечно, мы понимаем, что это такое. Поэтому действительно этот проект Амбассадора, он предназначен именно для людей, во-первых, для таких, как вы, которые готовы помогать другим людям, да, узнавать о проекте, узнавать о сообществе, о проектах, которые есть в сообществе, да, учить их, обучать их, в общем-то, строить свои команды уже в общество, да, строить, ставить свои цели определенные, достигать этих целей в общество, зарабатывать деньги и обеспечивать, в общем-то, себя и свое будущее, в общем-то. Поэтому сообщество WebTokenProfit действительно дает очень много перспектив, дает очень много реальных проектов для того, чтобы люди могли себя реализовать в них. Кто-то находит, допустим, себя в бинарном маркетинге, кто-то находит себя в матрицах, кто-то находит себя в акселераторе, кто-то в ProfitBot, например, и так далее. Кто-то во всех, кому-то все это интересно, он хочет узнать все, на самом деле, что это такое. Потому что, когда ты узнаешь что-то одно, тебе хочется узнать больше. Ты начинаешь расти уже как-то, и ты начинаешь узнавать, узнавать. И именно проект, конечно, Амбассадоров, он хорош именно тем, что он будет позволять людям получать вот эту вот информацию быстро, понятно, чтобы человек, который понимает, опять же, как вы, представитель Амбассадоров, например, когда он понимает, что это за проект, человек, что это такое, мог это объяснить. Поэтому это действительно круто. Да, согласен. Спасибо вам большое за сегодняшнее интервью, за сегодняшнюю беседу. Напомню, что с нами сегодня был Руслан из Ничанга, Вьетнам. Руслан, спасибо вам большое. До скорых встреч. Спасибо вам, Роман. Спасибо, до свидания. Пожалуйста. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok